...представляет российское сообщество ученых, которое имеет порядка 5000 представителей по всей России. Прошу. Добрый вечер. Извините, что я... Можно проникнуть сюда, проникнуть сюда. Я хотел бы... Ну, спасибо. Товарищи, я на мужском другом столе выступал, в связи с ограниченным временем на каком-то этапе остановился, поэтому здесь аудитория новая. Некоторые моменты я повторю. Первое, что я хотел бы обратить наше внимание, это ведь тема нашей дискуссии «Взгляд за горизонт». И так как я сам военный, но не чисто военный, а военный, занимающийся системным анализом и разработкой стратегических управленческих решений при неопределенности информации для выработки стратегических планов противодействия противнику, то хотел бы напомнить такую цитату. Так же, как генералы, естественно, раз генерал, то он уже прошел жизненный ход, так же, как генералы воюют с старым оружием, тем, к которому привыкли, так и мы пытаемся решать проблемы цивилизации XXI века, оперируя современными, значит, тоже старыми для новой парадигмы устойчивого развития, старыми методами, понятиями и механизмами. То, что прозвучало сегодня насчет экономики, финансов и так далее, я об этом имею в виду. Необходим прорыв за горизонт, прорыв в то, в будущую, потенциально возможную, прогнозируемую сегодня, сейчас нами, парадигму развития. Об этом, на мой взгляд, нужно вести сегодня речь, какие механизмы, какие модели, модели цивилизационного, инновационного развития цивилизации в социально-экономическом плане, наушно-технологическом плане, и о чем никто не вспомнил, не потому, что я кого-то там пытаюсь говорить, духовно-нравство, хотя были, да, были нюансы о духовно-нравственном потенциале и духовно-нравственной составляющей, или капитале, как, к сожалению, привязали это, к слову, к другому духовно-нравственному потенциалу человека направление. При прошлом, я показывал вот эту вот примитивную, условную модель развития социо-природной системы, где с правой стороны это социоум и с левой природа, и они должны в своем взаимодействии достичь наосферных явлений, то есть новосфера, сфера разума. При этом я взял три координаты и социума, и природы. Это вектор состояния духовно-нравственных качеств, высший вектор духовно-нравственных качеств, ДНК. И он действительно записывается в наши ДНК в зависимости от мыслей, деяний и даже слов. Или же противоположный вектор – духовно-безнравственная личность. Дебил. Духовно-безнравственная личность. Второй вектор – это вектор физическо-материального состояния, социума, и третий вектор – это вектор информационно-интеллектуального состояния. Вот эти, совокупность этих трех векторов и социума, и природы, если они взаимосогласованы, то дают нам наосферное развитие, если же они в противоположном направлении, а сегодня мы все здесь говорили именно о том, что они противоречат друг другу, природа деградирует не потому, что мы на нее воздействуем. Природа снижает качество своего состояния, чтобы уничтожить существующий социум, который и в духовном направлении, и в физическом, материальном, и в информационно-интеллектуальном идет по негативному пути. И вот исходя из этого, я не буду комментировать этот график, техногенная нагрузка экспоненциально растет, и устойчивость развития цивилизации экспоненциально падает, придя сегодня практически к точке бифуркации, а некоторые говорят, даже к точке невозврата. В связи с этим, да, причины, я не буду повторять, различные, ну, могу сказать, вот так называемый Нобелевский лауреат, он действительно лауреат, Пол Кругман заявил, рынок, функционирующий на моральных ценностях, себя не оправдал. И даже Джордж Сорос утверждает, существующая модель мирового порядка рухнула. А мы говорим о рынке, о прибыли, о финансах и так далее. Рухнула существующая система управления миром. Правильно сказали, главный вопрос управления, как управлять миром. Необходима новая парадигма духовного нравства, социалистического, научно-технического развития. Об этом говорили не только Римский клуб, об этом говорили наши, выдающиеся ученые в конце 20 века. Я не буду перечислять фамилии здесь, выдающиеся ученые, лучше меня их знают. Причины. На сегодняшний день, я не знаю, как вы относитесь к Делягину, профессору-каналлисту, и так, да. Хотя есть нюансы разные, но на основе его трудов и других, Глазьева, Делягина, ряд других ученых, я разработал модель национального проекта «Золотого миллиарда», которые, у нас тут ничего, ни одного слова моего нет, только систематика, так как мое научное управление, системный анализ, который «Золотой миллиард» разделил мир, весь мир на пять уровней технологического развития. Высший уровень – это верхушка «Золотого миллиарда» вне государственных границ, который чем занимается? Созданием новых технологических принципов, стереотипов мышления и стандартов поведения потребительского общества. Об этом вы все здесь говорили и на прошлом лекции. За счет этого они извлекают до 70% интеллектуальной ренты на любом товаре, ничего не производя, сбросив все свои производства на другой уровень, который разрабатывают научные основы технологического прорыва. Третий уровень, который эти основы прорыва преобразует в технологии. Четвертый уровень – это те, которые производят, тиражируют эти технологии. И пятый уровень – к сожалению, Россия, которая поставляет сырьевые энергетические ресурсы для этой технологической пирамиды «Золотого миллиарда». Наш уровень, и вы здесь абсолютно точно указали процент, мы получаем 0,3% интеллектуальной ренты, потому что мы практически инноваций не внедряем. Я сейчас покажу дальше. У себя не внедряем. У себя не внедряем. Чувствия не внедряем. Сейчас, да, абсолютно верно. Я прекращаю. Сейчас анализ. Прихожу к конкретным предложениям по новой парадеидной развитии. И вот самое интересное, что с 90-го года по 97-й, благодаря трем основным факторам внешней и внутренней политики, нашей социальной политики и экономической, потенциал России свертывался от единицы 90-го года на 97-й год 0,5-0,55. Наша внешняя внутренне социально-экономическая политика вела к свертыванию. И только с 97-го года началась тенденция к развертыванию. Я провел анализ японской системы, национальной и национальной системы развития. У Японии нет ничего, кроме эффективной системы управления инновационным развитием. Здесь ключевые слова вы произнесли. И она вышла в лидеры научно-технического прогресса. У России есть все, кроме эффективной системы управления внедрением инноваций в собственную промышленность. То, что вы сказали. Но парадокс в том, что свою систему управления Япония скопилила с наших наукоградов, которые раньше назывались Агадем-городками. Вот и все. Да, вы скажете. И сейчас у нас есть наукограды. Есть. Но смотрите, что получается. Я не буду Японию дальше анализировать. И так далее. Что делала Япония? Она всем технополисам, которые подали заявки на инновационные проекты, дала статус технополисов, дала национальные не инвестиции под малый процент, а дала не беспроцентные, дала безвозмездные инвестиции на внедрение всех инновационных проектов, которые они скопировали с наших наукой жизни и прочих журналов. Техника молодежи. Техника, вы понимаете? Безвозмездные инвестиции. При этом, если 5-7% этих инноваций выйдет на рынок, они окупают за счет налогов и государства. Но у них там есть так называемое Министерство внешней торговли и провышенности. Подобие наше, это ТПП, которое, это Министерство, инвестирует за счет налогов, сбора налогов из инноваций, инвестирует новые технологические инновации, опять безвозмездно, и датирует устаревшие, уходящие с рынка технологии и производства, чтобы не было социального напряжения. Цикл замкнутый, и все, я понял, сейчас впереди планеты всей. Что у нас? У нас в одной Московской области 34 так называемых наукограда, и в России 86 наукоградов. Но статус наукограда дали только 14 из них, один сняли сейчас 13. При этом дают какие-то дотации, и то только в основном, как вы знаете, Сколку и ряду других. И когда был съезд представителей наукоградов, так называемых, потому что они не наукограды, они заявили, это было Кузнецов там руководит, это было лет 5 назад. И они говорят, да дайте нам такие инвестиции, как Сколково, да мы озолотим Россию. Пока у нас только 4, да. Есть Белокнига инноваций Московской области. Я участвовал в разработке пилотного проекта Московской области, инновационного развития Московской области, по поручению президента номер 645 2003 года, о создании модели национальной и национальной системы развития России. 2003 год. Гриф срочно. И так далее. Поручение премьер-министру и губернатору Московской области. До сих пор модели, полные модели национальной и национальной системы развития России нет. Кого выгонять надо? Всех. Итак, я вам даю факты анализа. Чего? Надо орган создать. Пойте. Да. Контролируй. Так вот. Да, ну, извините, пожалуйста. Однако, из всех претендентов статус науки, из 84, статус наукограда получили 13 городов. Было 14,1 сняли. А реализовано только около 3-4% инновационных технологий. Белокниги инноваций Московской области. Там сотни инноваций, которые могут сейчас вообще перевести Россию на новый качественный уровень. О чем президент говорил позавчера на втором цивилизационном саммите и вчера на заседаниях правительства и представителей железнодорожного транспорта, чего там еще и так далее. При подписании договоров намерений о внедрении цифровых технологий, системы сотовой связи и так далее. Это все хорошо. Это необходимые условия для перехода России в новый 21 век, о котором действительно президент не только болеет, а уменьшится по всей России, по всем этим саммитам. И требует от правительства, от министра, от министра, как же так, что мы имеем такие интеллектуальные мозги, уходящие за рубеж, а сами не можем это производить. Я неоднократно встречался с академиком Савиным, который проектировал полеты на Луну и так далее. И он пять лет назад, он уже умер два года назад, пять лет назад, он говорит, Владимир Павлович, у нас ракеты летают, программы полета записаны, вы не поверите, на кулачковом механизме, который, знаете, контакт меняется, сопротивление, двигатель лучше, хуже, в смысле мощнее, сильнее и траектору меняет. То есть, материальная, элементная база и цифровых технологий, к сожалению, не наша. А что такое в вопросах безопасности? Вы можете себе представить, что туда можно впечатать и в нужный момент нажать кнопку. Вопрос. Одну секунду, я заканчиваю. Хорошо? У нас же круглый стол. Так вот, да, простите, пожалуйста. Так вот, анализируя эту ситуацию и выполняя поручения, я участвовал в Московской области по разработке пилотного проекта по поручению президента. Так вот, мы вышли к выводу, что вы понимаете, парадокс в том, что вот эта технологическая пирамида золотого миллиарда, охватившая весь мир, так, она же в России может быть, держится на ресурсах России. Не дайте России энергетику, ресурсы, всякие редкомземельные металлы, и она рухнет. Поэтому, если эту пирамиду перевернуть на 180 градусов, как сказано в Библии, и последний становится первым. То есть, а ведь у нас есть, мы сделали такую перевернутую пирамиду, только это не пирамида, а матрица. Потому что в этой пирамиде границы, границы закрыты, вот смотрите, глобальная конкуренция на уничтожение, по недопущению потенциального соперника на более высокий уровень. Это в этой матрице золотого миллиарда. И вот эти границы, они жесточайшим образом закрыты, чтобы ниже стоящие государства не перешли на вышестоящий научно-технический уровень. А нам говорят, что, братцы, да давайте консолидироваться с научными, там, всякими школами и так далее, Запада, и мы будем не хуже их. Ну какой капиталист, конкурент, да, позволит развиваться своему потенциальному конкуренту? Да никогда! Они могут нас только вести в тупик, что и успешно в некоторых случаях делают. Когда весь мир идет по направлению перехода на экологически чистые технологии, на автомобили, на электричество, на солнечные и так далее, батареи, у нас в Ленинградской области построен крупнейший завод по производству «Мерседес». Мы там занимаемся только сборочными технологиями, получаем из этого интеллектуальную ренту где-то 3%, отдаем все остальное туда, и каждый день идет реклама, я не помню по какому радио, да, что мы на сегодняшний день сотни тысяч этих автомобилей продали. Вот какой успех у нас в реализации нашей автотранспортной системы. Ну разве это успех? Разве не в том задаче, чтобы решать собственные социально-технические проблемы на принципиально новых технологиях будущих автомобилей? Какие? Вы больше меня знаете, есть так называемая инженерная академия, которая имеет десятки, если не сотни таких технологий, способных на 20, на 30 лет опередить западные технологии. В этом плане Казахстан очень мудро поступает, когда в их национальной инновационной системе записано, нам не нужны машины чуть лучше Мерседеса, нам нужны машины, оборудование, товары и услуги качественно нового порядка, которых в сегодняшний день в мире не существует, но разработки на которых уже у нас есть. И такая модель, она, Россия самодостаточна по всем этим пяти уровням. Нам не нужно охватывать весь мир. У нас есть теория ноосферного развития. Это альтернатива вот этой вот созданию стереотипа умышления потребительства общества. Это духовно-нравственная ноосферная теория, она принята всем миром. Но до сих пор никем, к сожалению, не реализована. И это наш приоритет и наш возможный путь. У нас есть военно-промышленный комплекс, о котором здесь правильно говорили, который может эти ноосферные технологии перевести в прикладные исследования. У нас есть производственная база третий уровень. У нас есть, наконец, сырье и энергетические ресурсы. То есть мы самодостаточны, и Россия может и должна предъявить миру эту новую модель, новую модель духовно-нравственного, научно-технического развития. Для этого, 10 секунд, для этого мы разработали так называемый интеллект-коллайдер, генератор инновационных действий, прорывных технологий, где могли бы собрать все ваши предложения. Компьютерная программа создана и на методе сбора, обобщения и синтеза всех позитивных ваших предложений, и отброса тех негативных, которые неприемлемы для России, создать программу, она уже практически теоретически создана, создать программу периодического анализа состояния, прогноза будущего и разработки программ реализации этого будущего. Спасибо за это. Владимир Павлович, поздравите, поздравите, подытожите. Из того, что мы доложились, два вывода, касающиеся матки нашего предприятия. Первое. Паразитму загоризонтного развития концепции вы видите в ноосферной теории, в ноосферном подходе. Первое. И второе. У вас для этого есть аппаратно-программный комплекс, для того, чтобы вырабатывать эти теории. Я вас правильно понял? Да. Все. То есть, компьютерная система цифрового моделирования будущего. на основе ваших предложений. То есть, не компьютер что-то выдумывает. Мы собираем ваши предложения. Компьютерная программа их анализирует, обобщает и вырабатывает обобщенный вариант, синтез тех будущих приоритетных направлений, которые вы после этого, как экспертное сообщество, просматриваете вручную, мозговым своим интеллектом, уточняете, корректируете, и мы выдаем его за прогнозный вариант стратегии развития России в 21 веке. Вы простите меня, я понимаю, жить нужно, пить нужно, кушать нужно, да? Но если мы сегодня не займемся этим, то мы недолго будем кормить своих детей. Понимаете? И здесь вот это вот там есть фраза французского одного, товарища, что сегодня мы еще не ощутим возмездие природы, но завтра ощутят это возмездие наши дети и внуки и проклянут нас. Это не моя фраза, это фраза французского экономиста, фамилию я сейчас не помню. Коллеги, итак, вот на этой ноте мы завершим текущее выступление. Если есть вопросы к докладчику, хотя, как всегда, тут много очень всегда возникает эмоций, честно говоря, очень целостно. Россия... Россия, правда. Много не хочется. Хорошо, спасибо. Итак, мы...